Православная молодежь детям. Так называется благотворительная акция, которая с 2015 года проводится в Северной столице по инициативе отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии. Основная цель акции – материальная помощь нуждающимся детям-сиротам в детских домах или школах-интернатах, детям-отказникам в больницах, больным детям, которым необходимо собрать крупную сумму на лечение. Представители православных молодежных общин, клубов и приходов Петербургской епархии своими руками создают различные декоративные изделия, реализуют их, а вырученные средства отправляют тем, кто нуждается. Наша съемочная группа побывала в общей епархиальной мастерской. Кошаки из квадратов. Обратите внимание. Вот они такие, кругленькие, мягонькие, пушистенькие. Кошаки из квадратов, кошки рыжие, мультяшные, вариантов на любой вкус. Ответственная за социальное служение епархиального отдела по делам молодежи Елена Ильина, она же и руководитель мастерской, объясняет и рассказывает всем присутствующим, как изготовить котов, что для этого требуется и что из этого получится. Присутствующие – это ребята и девчата из разных молодежных общин и приходов Санкт-Петербургской епархии. Все они принимают участие в первой, общей епархиальной, благотворительной акции «Православная молодежь детям». Цель наших акций ясна из названия «Православная молодежь детям». То есть православные молодежи, юноши и девушки помогают детям, находящимся в трудных жизненных условиях. То есть это либо детские сироты, которые проживают в детских домах, чаще всего Ленинградской области, что именно там они меньше обеспечены. Либо это помощь детям-сиротам, которые находятся на лечении в городских больницах, что этим деткам, да, их лечат, их кормят, но им часто не хватает средств гены или в основном средств гены. Либо это помощь тяжело болеющим детям, которые, они не сироты, их воспитывают родители, их очень любят и заботятся о них и стараются их вылечить. Просто они очень тяжело больны, на их лечение нужен сбор достаточно крупных средств. В ход идут нитки, ножницы, синтепон и, конечно, фантазия. Каждый код – это индивидуальная работа, каждая игрушка неповторима. Участники акции знают, для чего это делается и для кого. Они вкладывают в игрушки свою душу и любовь. И чтобы не черствело сердце, конечно, очень важно помогать и уделять внимание таким детям, как сироты, которые просто не… Представьте, что они никогда не почувствуют теплоту, домашнюю уюта, материнскую ласку, отцовскую заботу. И такие дети, они очень ранимы. И поэтому внимание, которое мы им хотим оказать, поддержит, и что они почувствуют, что они не одиноки. Иди за солнцем следом, пусть этот путь не бегал, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Этой дорогою добра православная молодёжь идёт уже два года. С 2015 года проводятся такие благотворительные акции. Активное участие в них принимает и председатель Епархиального отдела по делам молодёжи протеерей Константин Головацкий. Если есть такие акции, есть такие проекты, где каждый может поучаствовать, то эти возможности, наверное, православный человек и стремится использовать для себя, чтобы копилка добрых дел не осталась пустой. Несколько часов труда, и такие разные, милые, необычные коты готовы. 23 игрушки будут в скором времени реализованы на православной выставке-ярмарке. Тем самым кто-то ещё своим скромным вкладом в благое дело поможет детям, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации.